Всем привет! Вам хочется иногда чего-нибудь сытного, но легкого и полезного, чтобы через 5 минут не захотелось еще чего-нибудь в городе? Тогда давайте приготовим вместе сегодня полезные дефтели с овощами в духовке. Для этого блюда нам понадобится фарш. Можно взять любой. Одна луковица, яйцо, чеснок, я взяла соус песто, соль и специи. Теперь открываем холодильник, не забываем про морозилку и смотрим, какие у нас есть овощи. Сегодня я буду готовить из замороженной моркови, брокколи, цветной капусты, из тыквы, брюссельской капусты. Также надо 2 помидора, можно взять немного лимона, 2 сладких перца и сезерей. Да, разнообразие овощей у нас большое. Представляете, какое будет полезное блюдо? Начинаем готовить. Чистим лук и чеснок и мелко режем. Теперь берем фарш. Если у вас кусочек мяса, то его надо помыть и помолоть. К нему добавляем чищенный лук и чеснок, яйцо, соль, специи и соус, если у вас есть. Все хорошо перемешиваем. Чтобы фрикадельки у нас были упругими и они держались, были крепкими, можно немного побросать фарш, чтобы там образовалась клейковина. И формируем маленькие фрикадельки, ну или такой размер, какой вам нравится. Моем и нарезаем овощи. А я вам пока расскажу про пользу нашего блюда. Болгарский перец чемпион по содержанию витамина С, а также в нем есть еще и довольно редкий витамин В. Помидоры богаты фолиевой кислотой и витаминами А и С. Удивительно, что сельдерей, несмотря на свой запах, который, возможно, кому-то и нравится, замедляет старение. Чистим и моем брюссольскую капусту и складываем наши овощи с фрикадельками в форму для выпекания. Вы можете взять любые овощи, которые у вас есть, но имейте в виду, что не все будут вкусные после запекания. Очень удобно хранить в морозилке замороженные овощи, потому что, когда дома нет еды, можно достать и за 5 минут их приготовить. Овощи с фрикадельками можно полить лимонным соком, но не слишком много, а то все будет очень кислое. Ставим наше блюдо в духовку. У меня пеклось около получаса при температуре 160 градусов. Можно иногда открывать и перемешивать, чтобы все пропеклось равномерно. Достаем и гордимся собой, что мы приготовили такое полезное и вкусное блюдо. Но на самом деле оно заняло у нас совсем немного времени. И я надеюсь, вам понравился этот рецепт, а к нему можно приготовить очень простой и полезный десерт. У меня на канале можете выбрать любой тортик, какой вам понравится. Пишите, пожалуйста, в комментариях, делитесь своим мнением. И до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok